мы сейчас карту откроем мы прям по карте пробежимся чтобы понимать как изменилась карта да карта у нас специфическая судя потому что рассказал наш генеральный штаб сегодня что он сказал что враг сосредотачивает основные усилия на купинском и лиманском бахмутском абдеевском новопавловском направлении направлении тишь но назвали населенные пункты где убили отбили сегодня атаки вот они назвали горениковка с утра горениковка это севернее надо выше пойти северному купинска все это направление такое специфическое когда он там для дворичана вот эти горениковка вот там уже вот такой вот это вдоль дороги которая ведет от второго лимана от российской границы на купинск значит там брак атакует давненько там не было новостей как мы видим это достаточно далеко от российской границы и вот они там предпринимают усилия у них не получилось более того злые языки утверждают что небольшие потери понесли но сам факт атаки в этом направлении видим что усилия сосредоточиваться на купинск на вот это наш генштаб признают теперь идем дальше криминная белогоровка на луганщине это ниже там и там стрелочки расположен это где стрелочки там атакуют это уже хорошо понятное направление там сначала атаковали мы потом они сосредоточили усилия начали бег на лиман обратную сторону от криминалин теперь они там итакуют местным обороны белогоровка традиционно там чуть чуть южнее теперь мы смотрим бахмут бахмут понятно атакуют со всех сторон потом мы смотрим что выемка федоровка васюкифка теперь мы смотрим васюкифка на севере и федоровка видим в сторону северска а вот выемка еще северная переставого и белогоровки нижний так называемая ее называют ну вот мы видим что враг в наш на двух целых направлениях пытается срезать северский выступ что является для него важнейшим условием успеха на лиманском направлении на бахмутск что пока этот выступ существует им очень сложно люди стараются вот атакуют теперь мы смотрим что ивановская клещевка на донецкой области а это надо бежать к бахмуту клещевка у нас южнее питья ивановская на трассе константиновка бахма то есть они атакуют уже на северный пункт согласно заявлением нашего генерального штаба прямо на трассе константиновка ивановск вот ну и северная бахмута видим стрелочка атаки там есть вот это сегодня разразилась заочная дуэль по поводу красной горы российские источники включая чего к ванна заложили и видео о том что они захватили красную гонку наш гештаб по проверке сказал что там идут бы но это все такое все северные бахмута уже такой участок красная гора там бедные стрелки и по раской по раскопе ивка такая есть на нее тоже видим идет полуохват задача перерезать трассу бахмут славянск она перерезана сейчас в принципе сообщение идет между двумя трассами основного это не невеликий секрет это знают все миллион раз было во всех этих самых между трассы бахмут славянск между трассы бахмута константиновка бахмут полуохвачен как мы видим как-то так что касается угледара они там авдеевики там порядка дубы и маринка без успеха на угледаре они пытались ну в общем они все еще пытаются но их же злые языки утверждают что там они в основном в обороне их жестко бьют внов прибывшие украинские подразделения или ранее стоявшие можно верить потому что по некоторым данным они больше 11 техники потеряли там уже многострадальная 155 бригада всем приморским бригадам российским как-то очень сильно не везет вот 200 например бригада береговой охраны северного флота сильно невезучая но тут с таким названием неудивительно потом 11 корпус армейский который в калининграде он был уничтожен почти полностью здесь у нас остатки его добивали в харьковской операции то есть все контрактники которые были либо убиты либо ранен за редким исключением вот теперь вот значит 155 бригада на дважды один раз от лупи здесь теперь второй раз и лупят почему свет стоит бригада северного флота тихоокеанского флота путин разразился сегодня удивительным сказал что он рассказал что он морской пехотинец ну вот и мы узнали что один из двойников путина служил морской пехоте во вторых да он не держит язык за зубами это две интересные новости как мы видим ситуация непростая особенно непростая на уровне бахмута и северска вот и там она сложная реально сложно она менее сложная на лиманско-купинском хотя там сосредоточена группировка и вендора по значкам видно и они намерены добежать до лимана и взять купец к купинск а мы намерены конечно не дать им этого сделать как-то так все больше заявление о том что наступление все-таки идет сегодня глава нато столтендер комментируя завтра членом что им сказал что ну да мы видим что она потихонечку началась ваше наступление о котором вы так много говорили сначала это была позиция генерального штаба нашего но не генерал чтобы военный которая спикеры оговаривали что ну можно сказать что на наступление началось просто медленно не в качестве одного резкого удара там потихонечку раскачивался на столтендер глава нато сказал что да мы можем сказать что наступление началось и он же добавил что то нынешняя стадия конфликта в Украине – это война логистики. Надо быстрее отправлять технику и боеприпасы Киеву, и это будет обсуждаться на встрече министров обороны стран НАТО 14-15 февраля. Напоминаю, 14-го Наштайн, плюс еще встреча министров обороны НАТО. Вторая отходная встреча у нас происходит. Президент Польши Дуда сказал заявление, которое сегодня пропустили МИМУШИ, оно было достаточно таким... Те, кто следил, могло прозвучать достаточно тревожно. Ну, а именно Россия может победить Украину, если та не получит срочную помощь от Запада. Понятно, что это заявление продиктовано, опять же, этой же встречей. Создается определенный фон, в том числе эмоциональный фон. Спасибо за это президенту Дуди. Ну, а мы понимаем, что Украина получит помощь от Запада, поэтому можно не волноваться, и РФ не победит. Вот такая история. Значит, у нас обстрелы мирных жителей были сегодня. Эти было суток трое, пока мы не виделись. И Никополь попал под очередную обстрел, погибла одна женщина, 53 года ранена еще одна. Десять мирных жителей ранены в Донецкой области. За сутки в Бахмуте один человек погиб. В Харькове ранен 35-летний мужчина, согласно сообщениям Сенегу. Это все местная администрация заявляет. У нас есть любопытнейшие данные опроса, которые проведены одним из коммуникационных агентств, по заказу конференции по безопасности, которая должна пройти скоро. Значит, там заявили любопытную историю. 85% украинцев заявили, возможно, отход России на линию фронта по состоянию 24 февраля не будет поводом для остановки огня. Прекращение огня. То есть, как мы и ввели, так и будем. Еще. Они считают, что Донбасс и Крым должны вернуться под контроль нашей державы. 89% украинцев, внимание, готовы вести войну до победы даже в случае ядерного атака Российской Федерации. 89%. 72% украинцев заявили про необходимость долгосрочных поставок вооружения с НАТО. Из-за стран НАТО и Запада 2 трети у нас убеждены, что страна никогда не будет в безопасности, если она не будет в НАТО. 75% считают, что без западной гарантии безопасности Украина не будет в безопасности от РФ. Шнадор все прекрасно понимает. И вывод делают руководители, вернее, создатели этого опроса, документа, что сплоченность украинского населения, объединенного решительностью защищать свою демократию от автокритического ревизионизма и является ключевой причиной удивительной стойкости Украины. Как мы видим, почти годовщина войны, 85%, 89% людей заявляют, даже ядерный удар для нас, не помню, я хочу боевать дальше. Это очень серьезный фактор, политический фактор. И это ответ всем тем, кто на Западе предлагает премьерический сценарий, и ответ Кремлю, который периодически начинает что-то рассказывать про переговоры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова